Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поговорить о врагах. Такая вот тема пришла мне в голову. Это было в 1963 году. В 1962 я пошел в школу, а в 1963 я учился во втором классе 29-й средней школы города Ленинграда. На Васильевском острове. На углу 12-й линии Малого проспекта. Это был ноябрь 1963 года. Мне было 8 лет второклассник. Далеко-далеко в ноябре 1963 года в Соединенных Штатах Америки в городе Далласе штат Техас убили американского президента Джона Кеннеди. Он был буквально, можно сказать, изрешечен пулями. Но не об этом пойдет речь, не о расследовании, не о том, что был найден только один убийца, Лихарли Освальд, а о том, как мы, второклассники 29-й средней школы, среагировали на это убийство. Придя утром в школу, после того, как предыдущий день мы узнали о том, что в Соединенных Штатах убит президент Кеннеди, мы, дети 2-го А-класса, радовались и смеялись, как будто это событие был какой-то праздник, внезапно пришедший к нам в школу и внезапно свалившийся на нас. Это было, подчеркиваю, 63-й год, почти 60 лет назад мне было 8 лет, мне сейчас 67. Так вот, мы, дети, радовались тому, что в Соединенных Штатах был убит американский президент Джон Кеннеди мы смеялись этому и радовались. И у меня еще сохранилось в памяти, что я даже крикнул еще такую фразу, а вот еще хорошо бы, чтоб Аденауэра убили. Конрад Аденауэр это был в те годы федеральный канцлер Германии. В те годы существовало две Германии, одна была Германская Демократическая Республика, которая шла по социалистическому пути развития, а другая Германия была Федеративная Республика Германия. И вот федеральным канцлером этой Федеративной Республики Германии, капиталистической, Аденауэр. Так вот, поверьте, не придумал я вот эту историю, просто вот сейчас почему-то она мне вспомнилась. Ну, не почему-то, а потому что сейчас много очень звучит разных тем, где фигурируют враги те или иные. Так вот, в 63-м году мы, дети, радовались тому, что в Америке убили американского президента Джона Кеннеди, а я еще и крикнул, хорошо бы, чтобы убили Аденауэра. А почему так? А потому что в те годы, в 63-м году для нас, школьников, и в частности, вот для меня, там, второклассника, американцы и немцы были врагами. Притом, настоящими врагами. Ну, почему же немцы были враги? Ну, потому что слово немец в 63-м году ассоциировалось не иначе, как со словом фашист. После окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, еще не минуло тогда и 20 лет, еще были живы те, кто воевал с фашизмом, еще были даже не просто живы, а еще относительно молоды, еще были живы те, кто пережил нашествие фашистское, кто находился в оккупации, кто пережил блокаду. наш кинематограф многие фильмы посвящал именно войне и тем бедам и лишениям, которые прошел наш народ во время войны. Книги, проза и поэзия, музыка, произведения Шостаковича и других композиторов, песни о войне самые разные. И все это воспитывало в нас память о войне и эта память она не различала слова немец, фашист, враг. И немцы были для нас врагами. Но не только искусство, а еще в общем-то и жизнь, ну например вот моя семья, по линии матери вся моя семья, все ближайшие родственники пережили блокаду. Все были в блокадном Ленинграде в годы войны, не все правда выжили. Мой дядя, родной брат моей матери погиб во время блокады, моя прабабушка, естественно мне ребенку рассказывали о том, что такое блокада, что такое война, о всех ужасах, о хлебных карточках. Родственники Полине отца, они из Белоруссии, и часть родни Полине отца погибла на оккупированной территории Белоруссии, а отец со своей мамой и своей сестрой, моя бабушка Полине отца, она была военным врачом, специалистом по челюстно-лицевой хирургии. Этот военный госпиталь, где она служила, был направлен в глубокий тыл, в Алтайский край, и там она собирала по частицам, по крупицам разорванные, изуродованные лица наших солдат и офицеров, которые отправлялись на излечение вот этот далекий военный тыловой госпиталь. И родственники по линии матери, по линии отца рассказывали, что такое война и что такое лишение. И как же можно было по-другому воспринимать слово немец, да и тем более родился-то я в Ленинграде, и в те годы, еще в 60-е понятие блокады еще было свежо, еще не все здания были по-настоящему восстановлены. И слово блокада еще ранило многие-многие годы и десятилетия сердца тех, кто жил в Ленинграде, да и по всей стране. Вот почему немцы считались врагами. А вот почему американцы считались врагами. А потому что американская военщина в те годы грозила нам ядерной дубиной, а потому что еще только-только разрулилась проблема Карибского кризиса, где мир стоял на грани войны, а потому что американский империализм вел захватнические войны во многих странах земного шара. и грозил и Советскому Союзу своим ядерным оружием. И не просто было понятие мировая война, она оказалась очень близкой, ее все боялись. И нам, школьникам, рассказывали, что нужно делать в случае объявления воздушной тревоги, что если эта воздушная тревога застала дома, квартире, где живешь, то значит нужно знать, где находится бомбоубежище, а эти бомбоубежища, они еще и существовали со времен войны, а если воздушная тревога или атомная война начиналась в тот момент, когда ты находился в школе, то значит из школы всем классом мы должны были бежать уже в другое бомбоубежище, которое территориально ближе к школе, и нас водили в эти бомбоубежища и показывали как они оборудованы тяжелые массивные двери нары, которые находились там в этих бомбоубежищах, которые возможно использовались и во время Великой Отечественной войны, и во время блокады Ленинграда, на уроках нам рассказывали как нужно реагировать, вот если прямо находишься в классе, а в это время падает атомная бомба, вот она взрывается где-то, и как нужно ложиться между партами, и в какую сторону, там, головой к окну, или там ногами, или там головой к вспышке, и все это было не простой какой-то урок теоретический, а все казалось, что война где-то рядом, где-то близко, и мы действительно, школьники боялись этого, и естественно тот народ, который грозил нам войной, из-за которого возможно мы могли погибнуть, умереть, и вся наша семья, и вся наша страна, но как же было относиться к этим американцам, как только не считать их врагами, вот почему и немцев, и американцев, мы дети второклассники в 63 году считали врагами, а были ли тогда друзья, и вот что интересно, они все народы, вот лично я тогда считал врагами, я имею ввиду капиталистический мир, вот например французы для меня не были врагами, французов я почему-то считал друзьями, и вот сейчас вспоминаю, я думаю, а почему так? Ну, наверное, отчасти это было связано с тем, что французский язык я начал изучать еще задолго до того, как в пятом классе уже в школьной программе с ним столкнулся, потому что родители меня определили какой-то кружок, там еще где-то когда я учился в первом или втором классе, я стал потихонечку изучать французский язык, вот одна причина вторая причина я рано научился читать где-то в возрасте пяти лет естественно наряду с русскими народными сказками и с любыми там другими сказками про Незнайку или про Буратино или про Чаполина конечно в моих руках оказывались и сказки французских писателей ну, например Шарля Перо или несколько позднее там Франсуа Рабле это про Гаргантюа и Пантегрюэля или еще там чуть позднее уже может быть не сильно доступный в понимании детям второго класса восьмилетнего романа Александра Дюма Три Мушкетера но, как я уже сказал я начал читать в возрасте пяти лет и все это перемалывал и вот естественно французские писатели и сказочники более взрослые ну, воспитывали любовь не просто к этим героям которые описывались а просто и любовь к Франции в пять лет я стал заниматься фигурным катанием и участвовал в балете на льду Красная Шапочка та самая Красная Шапочка сказку о которой написал Шарль Перо его волшебное Перо минуя долготу столетий вас одарило щедро дети это диктор на стадионе имени Ленина где вот шел балет Красная Шапочка где я играл роль Зайца вот так говорил и комментировал вот все это в совокупности прививало какую-то вот любовь к французам и не считал я французов врагами хотя конечно были и у французов какие-то вот неправильные действия в те 60-е годы и вели они войну в Индокитае в частности во Вьетнаме еще до американской войны во Вьетнаме поскольку Вьетнам был французской колонии а потом уже в 60-е годы и война в Алжире то есть тоже Франция капиталистическая Франция ну тоже в общем-то была агрессивной державой или взять Великую Отечественную войну 812 года нашествие Наполеона который захватил Москву и можно сказать спалил ее но к французам вот я испытывал симпатию и не считал их врагами вот а откуда же формировалось в нас детях понятие враг или друг в 63-м году я точно могу сказать не в каждой семье был телевизор но в каждой семье была радиоточка радио это было или просто такая черная тарелка репродуктора или какой-то вот такой деревянный ящичек с репродуктором который как в розетку вот вилка такая встыкалась в розетку но не в электрическую а вот радиопроводка шла и радио работало постоянно и нельзя было его выключать и это тоже было связано с возможным ожиданием войны и всегда нам говорили что радио его из розетки нельзя выдергивать а можно только звук уменьшить потому что если будет объявлена тревога воздушная тревога там война то сразу там напряжение повысится в этой вот радиопроводке и по радио услышите тревогу то есть все то что вот информация вся о друзьях или о врагах ну или о всех там победах Советского Союза черпалась или из радио или из прессы газеты и журналы ну журналы были доступны не в каждой семье а газеты ну стоили относительно ну даже не относительно а просто дешево 2-3 копейки в основном вот цена была почти у всех газет а детские газеты Ленинские искры там или Пионерская правда они стоили вообще одна копейка вот оттуда и черпалась вся информация и создавался образ или врага или друга так вот повторюсь немцы и американцы были для меня ну и наверное для большинства моих сверстников сверстников врагами 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 враги вот такой рассказ картинка детства о врагах youtube канал шневос борис пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на него пишите комментарии обоон Продолжение следует...